а вы знаете я хочу ответить что я не знаю как они пишутся потому что я никогда не стремлюсь их писать а если попадается хороший материал поэтически и ты чувствуешь что это твое вот тогда возможно и получится хит хит это просто непредсказуемое как как воспримет вот народ потому что хит делает народ делать люди которые слушают музыку может написать 10 песен или сколько а из них только одна появится хитом а какая из них появится не знаю чтобы перечислить все его заслуги регалии потребуется очень много времени я попробую назвать хотя бы несколько из этого огромного списка народный артист беларуси лауреат государственной премии лауреат премии за духовное возрождение кавалер ордена франциска скарыны художественный руководитель ансамбля беседа композитор леонид захлевный леонид константинович доброе утро здравствуйте я знаю что ваша музыкальная судьба началась баяна а почему вы выбрали именно этот музыкальный инструмент так было наверно богом начертано дело в том что мой папа любил играть на баяне и умел играть несколько песен он сам украинец его любимой песня была взял бы я бандуру он был самоучка да он был самоучка и он захотел чтобы я ему играл эту песню я даже но так получилось он меня отдал музыкальную школу а это именно он был инициатором отдать вас музыкальная школа музыкальную школу и я как бы это тянулся выучил эту песню потом еще другие песни учил играл гостям когда приходит попыри всех песен откровенно говоря я увлекся еще участь на баяне музыкальной школе города гродно и вот так меня музыка втянула в себя и и сейчас просто это стало моей судьбоносной так сказать творческой работой от кого из вашей семьи у вас такие музыкальные способности у меня мама пела в хоре папа пел но у них не было образование мой старший брат это также не не потянулся к музыке хотя его тоже хотели отправить музыкальную школу вы поддались желанию отца добровольно вы сами хотели заниматься вначале подпалки как обычно мальчишки очень так потому что приходилось лето сидеть на баяне учиться а во дворе ребята бегают играет это все слышит и скорее бы скорее бы а папа говорит часто должен отыграть в день я стоял перед собой бузильник начинал играть проходил час и убегал подбор к мальчишкам а сколько вам было лет когда вы написали первую свою композицию первую свою композицию написала когда я учился в музыкальном училище городе гродно это была обработка народной песни для баяна потом моя написала помню и дирижировал на госэкзамене этим произведением с оркестром народных инструментов лирическая элегия и так случилось что я не не думал что произойдет такой поворот моей судьбе что на на госэкзамены приехала наша великолепная ведущая композитора дима и сеем на тырмат она послушала и горит вам надо заниматься композиции мы даже были ошарашены поговорю почему мы потому что у нас одинаковая судьба с виктором войтиком наш известный композитор профессор консерватории сдали мы она отлично по бояна было направление пригласила когда говорит прийти позвоните мне мы приехали позвонили она собрала кафедру привела нас бы прослушала кафедра мы воспринимаем на первый курс подготовительное отделение а подготовительное деление было двухгодичное и как бы так сразу молодые ребята по 16-17 лет и принять решение на себя это а неизвестно чтобы что получится понимаете я звоню маме она говорит ну выбирая я думаю бог поможет мне но я определился мы определились поступили на композицию и вы знаете так судьба сложилась что анатолий усилий богатырев который наш профессор который нас прослушал после первого курса подготовительного он говорит при поступать и на основной курс но если профессор твой педагог говорит поступать и значит уже какая-то есть доля уверенностью что наверное есть смысл серьезно заняться этой профессии профессия непростая поэтому тем более у нас не было такой теоретической подготовки для для этой специальности она требует особых знаний гармонии полифония мы приехали нацеленные на поступать это поэтому наверное вы говорили в одном из интервью что первое время было довольно сложно учиться да но было сложно и надо было догонять своих сверстников педагоги которые нас поддерживали и вселяли уверенность нас это очень много значит потому что если ты не видишь перспективы а наши педагоги они видели в нас потенциал конечно нельзя не спросить о вашем педагоге а евгении глебов и что это было за человек в первую очередь это было но будем говорить очень профессиональный и одареннейший человек от бога которым музыка начал заниматься 30 годам у него не было даже музыкальной школы образования но у нас только был одарен что он в консерватории поступил на композицию это человек просто на мой взгляд это это вершина нашего музыкального композиторского мастерства беларуси я ему очень благодарен много мне дал и своим примером показал как надо трудиться а что вас больше всего поражало в его музыке его музыки меня больше всего поражало его мелодический талант очень кропотливо работал над материалом поражало совершенное знание оркестровки его его оркестр звучал так что ни с кем не перепутаешь и его оркестр это стиль его мышления это стиль его музыкальное дарование он был неповторим и узнаваем как где музыка звучит если что это рука глебова вы тоже сами творчестве придерживайтесь этого принципа мелодичности ну я считаю что вот он мне дал бог мелодический дар и я должен его искренне им пользоваться и пронести через свое творчество но я еще хочу добавить что я максимально стараюсь плетать свою мелодию интонации белорусского фольклора вы как-то сказали что многие учатся на композиторов но мало кто становится ими вот с вашего курса и сколько человек после окончания консерватории остались профессии пишут музыку до сих пор когда мы поступали поступало человек 16 был конкурс а приняли только четырех и в этой ситуации был недобор потому что ну то есть на насколько скорпулезно и внимательно относились наши педагоги брали тех людей которые которые будем это могут стать настоящими профессионалами и вместе с тем из четырех которые закончили не все еще остались как бы по-настоящему состоявшимися вот советский период многие авторы стремились поработать с алой пугачевой софии ротару потому что песни в их исполнении сразу становились хитами но вы решили пойти другим путем почему дело в том что я в начале своей работы песенном жанре сотрудничал с такими исполнителями как ярослав евдокимов как валентина пархоменко тамара раевская виктор буячить это будем говорить наши выдающиеся эстрадные исполнители которые чувствовали эстетику исполнения которые чувствовали песню поэтому я и у меня исполняли виросы и и себры исполняли песни и конечно же мне захотелось вот почему я создал создал беседу мне захотелось больше вникнуть в фольклор больше обратиться к белорусской народной песни белорусская народная песня это это такая кладезь у нас еще она полностью не раскрыта в конце 70-х годов вы стали музыкальным редактором беларусь фильма и пробыли в этой должности более десяти лет и на этот период приходится ваши очень известные композиции вы написали огромное количество музыки для фильмов мультфильмов признайтесь что же вам все-таки ближе эстрады или кино был период и этого хлеба я попробовал почему потому что мне мое образование позволяла заняться и киномузыкой это очень интересная работа но и были написаны в том числе и одна серия государственной границы музыка документального фильма музыка мультфильма многие мои работы к мультфильм были оценен оценены на фисоюзном так сказать конкурсах и фестивалях и вот вы как бы такими известными там и светлячок керосинка потом песня о зубре сказка веселом клоуне и даже вот когда-то как-то случайно ко мне обратились написать песенку деда бородида на слова артура бульского я ее написал я даже не ожидал что она по тем временам стала достаточно популярной на этой песне ни одно поколение выросла но тем не менее вы как-то сказали что по-настоящему поверили в себя как композитора только после того как написали цикл песни память почему да ну это отдельный так раздел моей моем творчестве ну во первых у меня воевал отец во вторых я воспитывался в детстве на песнях шульженко на песнях трошина послевоенных лет я еще застал нашу страну в период становления после войны первая моя песня была поле памяти потом появился целый цикл цикл память который кстати записал ярослав евдокимов этот цикл звучал и по центральному телевизионю мне повезло что я встретился с таким великолепным автором песенником поэтом михаил ясень это печь этот человек который написал много много текстов посвященная вот этой теме он сам воевал и многие песни автобиографичные я думаю что вот эти песни должны звучать хотя бы для того чтобы чтобы люди и младшее поколение знали что это не так все просто что такое война и что что она может принести принести народу самое главное сохранить память тех людей которые нам дали возможность жить трудиться и писать такие песни как поле памяти ты потерпи девочка ты продержись милая ты лишь взгляни вокруг каковья весна жизнь победит юная ты продержись будь же ты проклята всеми война именно за этот цикл вы получили свою первую высокую награду это премию ленинского комсомола но это было только начало и кстати вы единственный композитор беларуси который получил все возможные награды звания до 50 лет откройте секрет как такое возможно я хочу сказать что я к этому никогда не стремился видимо просто мое трудолюбие мое трудолюбие моя вера в себя как в автора позволила мне создать те сочинения которые достойны внимания я никогда не стремился написать песню чтобы проснуться и завтра я популярна или на меня свалились баба с большая сумма денег то есть конъюнктура это не про я всегда честно писал трудился работал не в ожидании наград и не в ожидании каких-то там почести как говорится если ты работаешь и трудишься тебя награда сама найдет леонид константинович а в чем для вас измеряется популярность той или иной песни песни тогда популярна когда она входит в душу людей которые поют ее и любят эту песню и когда она делает людей более возвышенными когда нам песня носит воспитательный характер будет будем говорить и это не обязательно то что она часто повторяется бывает в радио бывает и незаслуженно исполняются эти песни которые умышленно раскручивают песню она сопротивляется в ней нет души когда песня написана на дон дыхание эмоциональная и которую невозможно не захотеть еще раз послушать вот эта песня настоящая популярная песня согласитесь что популярность песню во зависит от исполнителя музыка исполнитель аранжировка и мы знаем много примеров когда песня не попала в исполнители она не разбудила струны душевные людей а другой смог донести потому что видимо она ему ближе по по характеру и может быть он талантливее может исполнители но тем не менее как правило хорошие исполнители они всегда умеют подать песню и даже вытянуть из нее те струнки о которых не не предполагал автор вы серьезно подходите к подбору исполнители ваших песен ну вот так я создал коллективы у меня сейчас в основном подбор моем беседа почему потому что приходится пополнять репертуар новым произведением все время поиски помимо того что мы поем белорусские народные песни обработки пишем авторские песни в стилистике народной мы мы поем и авторские песни написанные белорусскими композиторами том числе и сами создаем песни которые можно назвать просто авторские вот говоря популярности песен ваша песня все цветы июля давно уже стала по сути гимном славянского базара вам легко далась эта песня она написана случайно а михаил яхар сфинберг сказал ну пригласил меня искал надо написать песню и предложили стихи олега жукова я взял я пишу песню не хвастаюсь в один присест 15 минут если песня не пошла она нельзя ее вымучивать 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 нельзя причем потому что она также мучительно будет восприниматься и я за один присест написал эту песню одно только там мучительно искал как как найти припев а получилось очень просто я припев на полтона поднял и она как бы сразу приобрела такой смысл полета как у воодушевление а как михаил яковлевич отнесся как он воспринял но он молодец он у него хороший вкус он он положительно воспринял и я им благодарен он нашел прекрасного аранжировщика это тоже большое значение имеет вам скажу многие песни ханка он делал аранжировки сам они нигде не воспринимались когда брался аранжировщик это вторая поспутная профессия автора это практически с автор вот он сделать такое вступление на мощнейший написал и первой исполнителем была лариса долина на нас на открытие первого славянского базара ваше преподаватель евгений гребов как-то в шутку любил приговаривать что если песня не написано до обеда то она не заладил оси вы согласны с ним знаете он он любил работать с утра с утра каждый день 6 часов с 8 утра до 2 а после обеда он приходил нас учили учить музыки знаете я часто с ним беседовал он не пришел домой слушали я близко с ним знаком с его семьи и что касается песни это тоже самое что песню вымучивать не надо нельзя а что лучше тогда отложить просто а вы знаете что даже отложить но бывают такие случаи что читаешь текст пол куплета прочитал и ты уже трепещешь не секрет что многие ваши песни настолько популярны что люди считают их народными вас это не обижает я как-то написал песню зорочка моя слова володя корызна она очень в одно время был очень популярна и часто исполнялась по радио и по телевидению и вот как-то он мне звонит и и говорит ты знаешь ты ведаешь уж она наша песню она с тобой не назвали казали что народная я так это высшая оценка нашего труда а теперь пришло время поговорить о вашем ансамбле беседа более подробно это правда что этот ансамбль вы создавали для того чтобы спасти артистов 3 92 год для сложный период но может быть не так артистов как в том числе артистов я в то время работал на на радио и возглавлял все музыкальные коллективы в качестве художественного руководителя и в то время работала прекрасный коллектив ансамбль живица под управление валентины пархоменко и по приглашению белорусской диаспоры ансамбль живица поехал в америку с концертами они там дали концерты артисты приехали она осталась и для того чтобы сохранить этот коллектив я параллельно ожидая что она вернется занимался с этими ребятами и вот на базе вот этого коллектива я набрал людей и соответственно создали репертуар которые ближе к с нашему современному времени и и назвали беседа беседа откуда это название это название нам народ подсказал да а как он подсказал есть в народе такое обычай пойдем на беседу беседу это будем говорить когда родные и близкие приходят собираются по поводу кого-то праздника родины или веселье и там этот праздник не только песни там люди общаются и танцуют и и шутят и у нас репертуаре много песен вот такого направления веселых озорных шуточных ваши солисты шутку называют ансамбль беседа леонидовна откуда такое название появится это наверное они просто любят любят руководителя и знают что я их никогда не предам и ну короче мы живем одной семьей они для меня как родные люди этот год для вас особенный у вас двойной юбилей недавно вы отметили 75-летие а сейчас ожидается второй профессиональный юбилей это 30-летие ансамбля беседа и я знаю что по этому поводу вы готовите сюрпризы для зрителей поклонников коллектива если возможно приоткройте небольшую завесу что же ожидает поклонников вашего коллектива ну в первую очередь их ожидает наша сердечность к ним а же мы соскучились вы знаете какое время сложное ожидает много пример мы были достаточно большом периоде работа над новым репертуаром ждем наших почитателей ждем тех людей которые любят народную песню много будет показано интересных композиций куды б не кидался от лунных потребок и где б не заснули жужих бирогов нехай-то и снится в отсковское небо и в мальшины каст и молестка войга родная хата нехай не богата родная хата про вашу творческую семью мы уже узнали теперь пришло время поговорить о вашей семье мне кажется что с мужем композитором должна быть не за рядом незаурядная женщина выдержанная спокойная требовательная с хорошим музыкальным слухом я правильно назвал кроме последнего тогда музыкальный вкус с хорошим музыкальным вкусом ну во первых супруга это это конечно мой тыл это то что дает мне возможность моей профессии заниматься серьезно долгое время иногда проводить в этой работе и она приходится и терпеть приходится и приезжать ночью с концертов конечно у меня доме все готово сварено и почипы постиранной все условия для работы созданы у меня двое внуков которые к нам приезжают радует нас это это большое счастье когда квартире в доме детские голоса когда это да безусловно мне устраивает та обстановка которая меня окружает в семейном кругу а где композиторы встречают и познакомиться со своими музыками в дело в том что когда я был холостяком я пользовался пробаном прочными услугами и вот я сдавал рубашки и там бы скромная симпатичная девушка она работала в службе обслуживания она принимала в башке я с ней познакомился вот там дело в том что конечно я жить я женился 32 года уже это кстати у меня был сформирован сейчас свой образ жизни я много понимала кто мне нужен и что мне надо понимаете это тут такая ситуация и я не ошибся может 42 года живем и я не мысли без ее поддержки это мой тыл и моя любовь леонид константинович наша программа называется смысл жизни для вас в чем смысл жизни смысл жизни для меня это в том что ты прожил ее не на не зря что ты ее сполна почувствовал почувствовал как жизнь и что ты исполна мог отдать того что эти отдал бог и вернуть его людям вот в данной ситуации мне господь бог дал вот талант я должен его вернуть людям и чтобы разделить с ними и чтобы просто мог оставить какой-то след своим своим творчеством и чтобы люди могли еще должен твою музыку слушать и помните тебе спасибо большое и вам спасибо это был смысл жизни леонида захлевного